Всем привет, не так давно у меня было видео на канале, где мы смотрели на то, как процессор сам ядрами отрисовывает игры. Вернее, пытается. При этом процессор потреблял огромное количество энергии, выдавая почти ничего. В то же время даже встроенная графика в этот процессор, потребляя полтора десятка ватт, смогла бы выдать раз в пять больше производительность. Ну и в комментариях у некоторых возникли вопросы, почему так происходит и почему есть и процессор, и видеокарта. Ведь по данному видео может показаться, что видеокарта не слабо так мощнее процессора, и встает вопрос, зачем тогда нужен процессор. Подобные вопросы активно лайкались, так что я понял, что вам этот вопрос очень интересен, и решил снять отдельное видео, в котором расскажу, в чем причина наличия обоих вычислителей в компьютере. И еще историю одного проекта Intel, который как раз был направлен на сочетание всех положительных сторон этих вычислителей и уменьшение отрицательных. И сразу становится понятно уже, что у обоих вариантов есть хорошие и плохие стороны. Так что для компьютера вам понадобится и видеокарта, и процессор. И выбрать, и выгодно купить их, вам поможет Е-каталог. В разделе процессоров очень удобно реализована сортировка и по поколениям процессоров, и по линейкам процессоров. Можно и одновременно выбрать поколение и линейку. Кроме того, в карточках товаров линейки объединены, так чтобы можно было даже сразу в поисковой выборке менять процессоры внутри этой линейки, и сразу видеть цены на них. И за один клик можно, например, сразу понять, сколько можно сэкономить с ОМ версией процессора. Для видеокарт также доступно множество параметров для выбора. На страницах товаров можно увидеть лучшие цены в магазинах на каждый товар по отдельности, но кроме того, вы можете добавлять несколько товаров в единый список, и в этом случае Е-каталог сможет вам показать магазины, в которых все товары из списка выйдут в сумме дешевле всего, что очень удобно, когда, допустим, по комплектующим собирается целый компьютер. С устройством ядер процессора я уже вас знакомил, есть видео на канале и про архитектуру современных Intel процессоров, и про AMD, но основные моменты напомню еще раз. Между Intel и AMD местами есть довольно большая разница. Но если разделить работу на 4-5 этапов, то есть максимально обобщить суть работы, то в целом суть у них одна и та же. И для удобства остановимся на схеме из видео про Intel. Условно можно сказать, что есть некоторая центральная часть, это исполнительные блоки, в которых происходит вычисление. И к этой основной части должны прийти две важные вещи. Первая – это что делать, а вторая – с чем делать. Чтобы это все было поставлено в исполнительные блоки точно вовремя, есть очереди и регистры, в которых эти очереди реализованы. И все эти сложности направлены на то, чтобы каждый такт процессора подбирать такие комбинации различных задач, чтобы занять наибольшее количество исполнительных блоков. То есть не так сложно выполнить вычисления. Сложно сделать так, чтобы различные задачи можно было выполнять без лишних простоев, связанных с постоянным изменением задач. Именно поэтому растут и объемы кэша и размеры регистров очередей, чтобы как можно больше поблизости с ядрами хранить, что делать и с чем делать, и также хранить, что было сделано ранее. Чтобы временами на основе этого делать что-то похожее в будущем, затрачивая меньше ресурсов, или делать что-то, когда новых ресурсов еще нет, проверяя правильность выполнения работы уже постфактум, когда ресурсы появятся в доступе. Дополнительная большая проблема заключается в том, что современные процессоры наследуют совместимость с довольно старыми решениями. Архитектуре X86 уже немало лет, и в процессе ее развития в определенный момент она так сильно усложнилась, что сделать адекватные по составу и требованиям к количеству транзисторов исполнительной блоки стало сложно. И с переходом на третий Pentium классическая циск архитектура, предполагающая высокую гибкость, по возможным командам стала уже мешать дальнейшему развитию процессоров. И Intel пошли на смелый шаг. Сделать внутри процессора аппаратно-программный комплекс по переводу в режиме реального времени разнообразных циск команд в более узкие по возможностям команды, но с которыми было бы легче работать, и выстраивать из них очереди выполнять. AMD пошли по тому же пути. То есть возникла матрешка, имеющая внешнюю оболочку, внутри которой уже настоящее ядро. Но все внешние обращения процессора производятся так, как будто внутренней части нет. И это создает немало сложностей, из-за которых внутренние адресации процессора не совпадают с внешними, и еще куча проблем, связанных с тем, что внутри ядра происходит очень сильное переопределение порядка, как выполнение самих изначальных операций, так и частей, уже разбитых на микрооперации, внутренних решаемых ядром задач. Но на выходе процессор должен собрать всю очередь обратно так, как будто ничего и не перемешивалось. И все эти сложности направлены на то, чтобы обеспечить индивидуальный подход к каждой задаче и получить максимальную производительность. Как вы понимаете, при отрисовке игр мы имеем дело с кучей этнотипных задач, но процессор по-другому решать задачи не умеет, и с индивидуальным подходом массовые задачи решаются сложно. Вернее, процессоры массово выполнять что-то умеют, но не всегда. Существуют специальные инструкции, которые собирают ряд однотипных задач над неким набором данных для совместного выполнения, например, в X-инструкции. Благодаря этому компонованию задач, внешний слой матрешки надо проходить не для каждого действия отдельно, а блоком целиком, что уже сильно ускоряет весь процесс по решению задачи. Кроме того, процессор знает, что некоторые используемые данные операции будут применяться в ближайшее время по несколько раз, что упрощает очереди, и меньше надо туда-сюда между регистрами лишний раз перебрасывать информацию. Но всё равно производительность будет ограничиваться числом портов на исполнительные блоки у Intel и числом исполнительных блоков у AMD в самом радужном раскладе, который на практике недостижим. В видеокартах же всё происходит совсем иначе. Во-первых, современный вариант видеокарт, в которых появились вычислительные блоки, грубо говоря, общего назначения, появились гораздо позже архитектуры X86, и сложность в выполнении широкого круга различных операций уже была понятна, так что делать циск-ядр никто и не думал. И никакие обратные совместимости не требовали делать какие-то матрёшечные костыли. Поэтому процессоры в видеокартах умеют работать с малым числом инструкций, но зато работать с ними они могут непосредственно не переделывая, и от этого эффективно. Из этого сразу можно сделать вывод, что заменить процессор для привычных нам сред работы видеокарты не могут просто в силу архитектурных ограничений. Они просто не могут работать с тем разнообразием задач и команд без предварительной трансляции их в понятный для видеокарт вид. Ну и собственно процесс работы с видеокартами вообще бывает разный. И как раз чтобы работа с видеокартами была максимально без посредников уже в том виде, в котором видеокарта может понимать, что от неё нужно, и существует API, на которых работают игры, и прочие средства для разработчиков, которые позволяют работать с аппаратными ресурсами видеокарт непосредственно для работы какого-то прикладного софта. Но это только половина дела. Особенность задач для видеокарт заключается в том, что им надо повторять одни и те же действия для кучи данных. То есть задача совершенно иная, в отличие от центрального процессора, который должен максимально оперативно подстраиваться под разные задачи. Соответственно архитектурные особенности видеокарт были созданы так, чтобы именно такие задачи и решать. В процессорах планировщик, который ведает всеми очередями и решает, когда кто из них должен выходить, занимается очень сложной задачей, потому что всё разное, и надо всё это разное как-то скомпоновать в разные исполнительные блоки. В видеокартах тоже есть планировщик, но задача у него проще. Надо взять кучу чего-то однотипного и раскидать это по всему, что есть. Именно поэтому в процессорах планировщик ведает малым числом исполнительных устройств. В видеокартах каждый планировщик отвечает за целые большие кластеры исполнительных устройств, которые называются ядрами видеокарт или потоковыми процессорами видеокарт. И то количество задач, которые центральному процессору потребовалось бы распределять на доступные ему вычислительные средства, на несколько тактов работы, в видеокартах планировщики делают за один такт. То есть передают команды целой армии исполнителей, которые тоже максимально упрощены под узкий круг решаемых задач. При этом для видеокарты одинатипных задач так много, что там решает целая куча вычислений, всё равно эти задачи разбиваются на много тактов. Смена задач происходит редко, так что и хранить что-то не так важно. И удельный объём кэшей на каждый исполнительный блок на порядке меньше, чем у центральных процессоров. В общем, все обвязка и всё обеспечение инструкциями и данными для видеокарт сильно проще, чем у центральных процессоров, и занимает куда меньше места. А значит, на равную площадь кристалла можно запихать очень много вычислительных блоков. Однако, стоит отметить, что архитектура видеокарт для универсальных вычислений появилась тоже уже довольно давно. Так что концепция объединения вычислительных потоков под простые планировщики, которые почти ничего не должны уметь, устаревает. Вычислительный потенциал карт не даёт покоя никому, ни игроделам, ни другим программистам, работающим над каким-то прикладным софтом. Поэтому всё более сложные работы начинают передаваться для вычислений видеокартам. Естественно, это отражается и в эволюции API и SDK для работы с ресурсами видеокарт. Но также это требует модернизации самой концепции видеокарт. И текущие карты и от AMD, и от Nvidia с горем пополам, если сравнивать с центральным процессором, но всё же могут выдавать разные задачи на разные блоки видеокарты. А не так, как это было изначально, что всё одно и то же, а если нужно что-то другое, то надо ждать следующих тактов. То есть видеокарты идут в сторону усложнения, что скорее всего лишит их по меньшей мере энергоэффективности. Будет падать и удельная площадь кристаллов, занятая ядрами, то есть будет больше транзисторного бюджета уходить на обвязку ядер и оставаться меньше места для того, чтобы размещать больше самих ядер. Итого, подведём итоги и ответим на вопрос о том, почему есть и процессор, и видеокарта. И ответ вполне прост. Видеокарта хороша тогда, когда есть очень много однотипных задач. Она энергоэффективна, она имеет высокую вычислительную производительность, но видеокарты не могут эффективно работать в условиях постоянного изменения задач и лишены тех костылей, идущих из прошлого для обеспечения совместимости со стандартами, которые стали неотъемлемыми для персональных компьютеров. Центральный же процессор может адаптироваться к постоянно меняющимся задачам, имеет много удельного кэша на ядро и может выполнять более широкий спектр инструкций, но имеет очень большую обвязку для ядер, так что много ядер делать дорого, и из-за костылей имеет низкую энергоэффективность, которая также ограничивает возможности процессора. Но и тот и другой тип вычислителей сейчас идут друг к другу навстречу. Центральные процессоры уже могут в одну 512-битную инструкцию запихивать больше десятка операций, выполняя их максимально приближенно к единому блоку. Видеокарты же, в свою очередь, учатся выполнять одновременно разные задачи без значительных простоев потоковых процессоров. Можно предположить, что должно появиться такое решение, которое будет гибридом этих двух вариантов, то есть будет гибким при выполнении разнородных задач, но при этом иметь много потоков и хорошо справляться с управлениями этими потоками. И попытка сделать такое устройство уже была сделана. Но, к счастью или сожалению, устройства оказались не столь удачными, как хотелось бы. Intel с середины нулевых до середины десятых годов уже почти выпустили новый для себя и вообще для всего мира продукт. Это не должно было заменить центральный процессор, ну и не должно было стать и просто видеокарты. Суть в том, что Intel хотели объединить порядка 50 слабых процессоров в единый вычислительный кластер. Оно должно было сохранить x86 совместимую архитектуру, собственные планировщики и много кэша. Но при этом ядра не умели бы переупорядочить выполнение микроопераций и просто должны были рассчитывать на большой кэш для уменьшения простой в работе. Но зато они бы были намного меньше по площади. Кроме того, в ядра должны были быть добавлены специальные вычислительные блоки для работы с текстурами. То есть оно бы могло эффективно работать и как видеокарт. И еще в этих гибридных процессорах должна была быть очень широкая шина связи ядер. А аналог гипертрейдинга выдавать не два потока на ядро, а четыре. Что с одной стороны увеличило бы сумятицу без переупорядочения операций и потребовало бы больший кэш. С другой стороны, в части задач могло бы увеличить пиковую производительность на такт за счет более плотного задействования исполнительных блоков. В конечном итоге данный проект, как нечто напоминающее видеокарту, не появился. Часть всяких лишних блоков для вычислительных возможностей было вырезано и все это превратилось в процессоры Xeon Phi. А появившиеся впервые предпосылки к 512-битным инструкциям, которые могут вместить в себя до 16 операций с плавающей точкой, уже дошли и до обычной архитектуры Intel Tiger Lake. В общем, отдельные фрагменты этих гибридов оказались жизнеспособными и успешно внедряются в различные решения от Intel. Но, скорее всего, соединяя процессор и видеокарту вместе, достоинство обоих методов видно будет не так хорошо, как суммирующиеся недостатки обоих этих методов. Именно поэтому существует по отдельности процессор, и видеокарты друг друга они заменить, по крайней мере сейчас, не могут. Надеюсь, видео было полезно или интересно. Если так, то подписывайтесь на канал, если ранее этого не сделали. Ну а пока, всем пока и до новых видео!